всем привет доброе утро сегодня я проснулся наверное часов 8 и для того чтобы начать ходить нужно размяться я прокосил примерно около 20 квадратов наверное может не 20 может больше в общем суть не в этом косил я вот здесь вот 150 квадратов получается площадь примерно да мне кажется тут поболее ли 170 или 200 чем-то суть не в этом я косил часть вот одну треть я прокосил вот этим вот ножом это три лезвия двухсторонние и знаете самое смешное это ушло у меня два с половиной бака бензина самое смешное то что вот этого ножа мне даже не хватает перевернуть потому что здесь встречается и кирпичи и какие-то бревна и даже бетонные столбы которые заносят с реки здесь неподалеку река и бывает что весной она разливается и появляется на участке в разных местах разные препятствия которым ножик доставляет немало хлопот ну вернее ножу доставляет немало хлопот в общем ножик то неплохой сам по себе ну в принципе косить им можно но сейчас я его сниму и вы это наглядно увидите что ему изрядно достается этому ножичку тут еще и леска намоталась класс в общем смотрите какое дело вот такой вот нож я использовал непосредственно для того чтобы косить траву черновую почему именно такой нож потому что он самый дешевый и когда с ним происходит вот такие вот вещи типа загнуты углы оторванные куски ну не так обидно и очень большая вибрация идет что устаешь поэтому вот такой нож именно я беру из-за дешевизны тут я решил попробовать взять вот такой вот такой нож четыре лепестка и вы не поверите он стоит дешевле чем вот этот тройной этот я брал за 300 чем-то этот не обошелся в 200 чем-то 260 что ли рублей до 300 на какой-то там распродаже я что-то не думаю так него схватил это не реклама так ну вы же не увидели отсюда где я брал его поэтому магазин я не называю это компании чемпион то есть бензокусы чемпион и вот оттуда же вот это вот вещь и мне пришла в общем суть в чем заключается здесь точно такой же ножик вот точно такой же вот только режущая часть у него получается как бы относительно вот того что у тут есть видите она меньше то есть у этого ножа вот она часть а здесь вот она часть но вот здесь четыре ножа это же двухсторонняя за . вот и вот с обоих сторон то есть можно его и вот так поставить и вот так и здесь стрелочки у нас есть можете перевернуть можете вот так чемпион 250 на 20 на 16 тут уже маркировки ничего не осталось кстати видно что он здесь тоже пытался мне провернуться по низу но это не страшно суть такая что у этого ножа по идее меньше вибрация и этим ножом за счет того что у него четыре лепестка получается режущая часть срабатывать ну быстрее чем у трех ножевого таким образом получается нам траву косить будет легче сейчас мы это с вами проверим в общем я здесь вычищаю вот этот весь шлак который здесь забился показывает соответственно вам не буду в это все и так прекрасно видели ставим обычный ножичек ну тут тоже смазка есть надо да и тут кстати и заполнять рекомендовано бы ладно в общем сделаем вид что мы здесь все с вами заполнили фишка то в чем у этого ножа дырка это получается меньше как так то написано было что такая же ну вот уже первое несовпадение соответственно получится ли им нормально или не получится тут остается под вопросом ну я постараюсь сейчас подтянуть плюс это низкая цена по идее здесь можно сделать переходную шайбочку главное чтобы она в вал упиралась потому что у нас все равно поджим идет за счет верхнего кольца мне самое главное что нож если он даже будет проворачиваться в каких-то моментах да это даже хорошо ну чисто так для себя я скажу почему хорошо потому что значит удары будут слабее ножичек поставлен вроде даже совпало все наставляем я купил еще один диск но я его покажу что во втором обзоре в общем сейчас мы с вами пойдем на полянку прежде чем идти у меня закончилась горючка сразу у меня в канистре короче сразу у меня в канистре тут уже горючка разбодяженную с маслицем мы с вами испробуем чемпионовский диск наверное из-за этого их и мало берут ну дело то не в этом я не настаиваю и я беру из-за площади и за цены все остальное для меня не проблема потому что нож это расходный материал который нужен нам для того чтобы просто косить траву они для того что там это важно какая-то деталь вот этот ремешок если тоже оригинальный приобрел в магазине оригинальным как расходник для этой машинки потому что мой расплавился то есть не обращайте внимание на то что он такой убитый у меня он многое пережил но он новый ему второй сезон все так включена подсос поднимаем подкачать а тут вообще не было в ноль и поехали посмотрим а слушайте вот даже я его немножко на глаз при фиксировал и все прекрасно работает в общем вот она целина сейчас попробуем посмотрим с какой скорость я буду удалять я специально приглушу звук моторчика поставлю музычку вы так посмотрите таймлапс я оставлю неизменным потом будет чем сравнить и в принципе вибрации нет пока что никакой и это очень большой плюс для меня заводится и 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 слушайте ну весьма не дурно прям ножи грибут будь здоров надеясь меня там слышно в принципе что я делаю сначала я снимаю соответственно высокие заросли а потом я их шелкую и вот этим он ножом получается сделать это лучше нож он целый несмотря на то что пару раз он зарывался в землю краска сошла то есть там видно теперь белые ножи вот именно рабочей поверхности и знаете вообще не дурно давайте еще одну вещь проверим но он плохо предназначены как и тройной но тем не менее иногда приходится ножами немножко подрезать деревья то есть здесь находится его и она дико растущая эту дикую растущую его я иногда немножко как бы рихтую потому что ветки и высыхают и но она плохо для этого предназначен это для для этих целей я взял другой нож но он тем не менее давайте посмотрим по веточкам это буквально вот так вот разворачивая камерку надеюсь все там попадет так вот это у нас как-то забываю все черная ягода тоже вот надо немного редить для того чтобы здесь ветер гулял и не образовывался мог если обратить внимание то на стволах здесь очень много мха и стволы очень сильно влажные для того чтобы все это дело более менее росло корневая система укреплялась поддерживал тем самым берег необходимо проводить диагностику в том плане что срезать ненужные веточки в общем сейчас посмотрим кстати я забыл сказать обязательно работайте с защитой обязательно работайте с защитой я просто не нашел поэтому не обращайте внимание так это который я еще раз повторю ремонтировал сейчас мы с вами его попробуем завести с полкня сжигание включено открываю Звучит музыка. Продолжение следует... 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 А вы уж смотрите сами.